Всем привет, ребята! Вы на канале Джулия Джулия, с вами Юля. Сегодня в этом видео мы будем продолжать создавать квартиру мечты и будем создавать кухню. Наконец-таки я очень ждала этого момента, когда в квартире появится кухня, такую, которую хочу я. В этом видео мы будем с вами создавать кухню, будем также вешать светильники, я вам покажу, что мы заказали. Все будет с ценами, то есть я вам буду также показывать скриншоты, сколько у нас вышло, что по стоимости, сколько в итоге у нас получилась сама кухня, это очень интересно. Так что оставайтесь со мной, я, кстати, уже успела приехать из Турции, влог еще один будет скоро на канале, ну а теперь давайте начинать обустраивать квартиру. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь на мой телеграм, ссылочка вас ждет в описании. Кстати, по приезде, смотрите, какой подарок я обнаружила, это подарил мне Максим, такой вот прикольный чехол для AirPods, очень милый блеск для губ, точнее, это бальзам для губ, и вот такую прикольную игрушку. Еще посмотрите, какой классный пакетик, было очень приятно, неожиданно, и такие подарочки, конечно, очень радуют. Ну а потом мы заказали продукты из вермаркета. Перед отъездом я вам рассказывала, что мы поехали покупать плиту, в итоге эта плита, которую мы купили изначально за 8 где-то тысяч, была два раза со сколами, то есть Максим приходил в Эльдорадо, проверял эту плиту, и она была то со сколами, то с тарапинами, так что мы решили еще раз перезаказать, и вот эта вроде бы оказалась хорошей. Фирма Миде стоила уже не 7 тысяч, а 12, но вроде бы она нормальная. Сейчас будем распаковывать, открывать, и уже завтра нам привезут кухню. Кухня у нас сейчас выглядит вот так вот, просто очень странно, но уже в этом блоге она изменится, так что давайте открывать. Вот она на две комфорки, на четыре, конечно, это уже, мне кажется, многовато, две комфорки идеально, нормально, тут получается такая вот побольше, поменьше, все вот кнопки выключения-включения, температура, и вот, в принципе, мне кажется, оптимальный вариант. Смотрите, в торговом центре Ривьера вот такая вот классная чебурашка из шариков. Прикольно. Ну а в торговый центр мы приехали, чтобы найти Насте школьные платья, в итоге нашли целых два, в Глории джинс и в Остине. Мы в Глории, смотрим форму, уже смотрим, ну просто взяли вот на 1 сентября сходить. Еще на Валперс много сказали, вот такое платье. Сейчас в Остин, тут по 2000 платье, но Настя сейчас взяла пример, что не такое платье, оно немножко другое, то есть у него вот такой вот рукавчик короткий, и, в принципе, оно длинное, посмотрим, подойдет ей или нет. Но у нас в школе вот, в которой я училась, сейчас Настя учится, там вот такие вот платья синие. Честно, мы вообще обычно не заходим ни в Остин, ни в Глорию, но сегодня что-то, что-то вообще невероятное просто. Выбираем кастрюлю, думаем пока взять какую-нибудь на первое время, потому что кухня уже все устанавливается. Вот такую вот, наверное, думаем взять. Кастрюля с ковышкой. Сейчас смотрим, хорошая нет. Ну, знаете, на первое время нормально, потому что больше тут выбора нет, именно таких вот каких-то бюджетных. Есть цветные разные, а мы хотим какой-нибудь такой вот именно стального цвета. Сейчас я забрала посылочку с Валберес. Это у меня брюки Палацция прямые классические. Они выполнены из прочной, износостойкой ткани черного цвета. Фактура плотная и легкая, что позволяет носить их круглый год, как в летний вечер, раннюю осень и холодную погоду. Данная топовая модель не образует катышков и не мнется. Они прекрасны в уходе, бережная стирка при 30 градусах, легкая глажка, широкий размерный ряд и подойдут для любого роста. Брюки Палацци на молнии имеют сзади регулирующуюся резинку для комфортной посадки. Длина брюк универсальна, рассчитана на высокий рост, но вы можете укоротить их под себя. В них очень удобно, комфортно и легко. Это тренд 2023 года. Смотрите, как идеально они сидят на моей фигуре. А все это благодаря высокой посадке и широкому прямому крою от бедра. Я уверена, что каждой девушке в гардероб необходимы такие брюки. На учебу, на работу, в офис, в школу. Тем более у нас уже скоро 1 сентября. Вы еще успеете точно заказать, допустим, к 1 сентября такие брюки. Но вообще на постоянную носку, я думаю, они тоже идеальны. Подчеркивают очень хорошо фигуру. Ну что ж, мы наконец-таки дождались доставку кухни. Думали, что все отлично, все нам доставят. Но в итоге случилась проблема. Вот сейчас так все выглядит. Вы спросите, а почему не собирают у нас тут кухню? Есть инструменты, а сборки нет. Почему? Знаете, день без разбирательств хофф это не день. Потому что у нас такая проблема, что мы заказывали кухню, мы заказывали именно планировку. То есть сидели вместе с продавцом, он нам все планировал, говорил там, какие шкафы нужны, сказал, что все сам составит. То есть список того, что нам просто нужно оплатить. И поэтому в итоге при сборке оказалось, что одного шкафа вот этого на 40 нет. То есть мы сейчас не можем установить столешницу. Именно поэтому завтра все переносится на завтра. Вот такие вот дела. Пока кухню собирали, я поехала в стоматологию. У меня случилась такая проблема, что мне показалось, что у меня отклеились ретейнеры, что у меня разъезжаются зубы. Я же носила два года брекеты. И знаете, такое ощущение, будто бы у тебя поехали куда-то зубы. Я, конечно, этого не хочу. Поэтому поехала сразу в стоматологию. Пока собирают кухню, я дальше трачу деньги. А именно, я сейчас ходила в стоматологию, я вам показывала. Чтобы понимали, мне нужна щель между зубами заделывать. Это скол, скорее всего. Мне еще подклеили ретейнер, который оторвался. Короче, капец. Тысяча рублей стоит. Сейчас подклеить ретейнер один. И еще мне нужно, получается, 5 тысяч рублей заплатить, чтобы этот скол между зубами убрать. Знаете, ремонт выбивает. Это я никогда не показывала. На самом деле, реально. Просто мы отдали 20 тысяч за сборку. 20 тысяч, понимаете? 20. Так, ну что ж, вот и встречайте мою кухню. В целом, как бы я результатом довольна. Правда, не совсем довольна тем, что сейчас у нас происходит с духовкой. Потому что, когда ее включают в розетку, так как электрик, сборщик, который сейчас тут был, он розетку переделал из силовой в какую-то обычную. Я, честно, в этом не разбираюсь. И поэтому сейчас выбивает пробки. Подробнее я вам покажу, расскажу все в этом видео дальше. Ну а сейчас буду уже заниматься тем, что мыть столешницу, надо еще помыть полы, тут все тоже расставить. И потом я вам расскажу, покажу. Идеальный вариант, мне кажется. Получилось довольно-таки красиво. И стильно. Еще меня многие спрашивали, будет ли какой-то стол. Почему ты не покупаешь, не заказываешь стол обеденный. Видите, мы так обыграли, что лучше. Мы сделали барную стойку. Она выглядит намного, мне кажется, лучше, чем какой-то столик. И также удобнее. Ну и вот, сделали и столешницу. Конечно, получилось довольно-таки дорого. Но зато прям рядом с кухней. Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что дальше я буду вам показывать, как я уже буду покупать разные органайзеры для кухни. Но сейчас пока что их нет. И поэтому поставлю там, где у меня было. Поэтому такую вот коробочку пока что. Потом буду покупать различные органайзеры. Поэтому не судите строго по моей там, допустим, организации быта, так скажем. Потому что, ну, вы сами понимаете, только кухню установили. И как бы все остальное потом. Постепенно видео буду показывать. Но сейчас вот ставлю, допустим, приправы. У меня их не так много, потому что в последнее время, последние два месяца я не готовила. Так как кухни не было, но особо не готовила. Поэтому приправ у меня немного. Но у меня есть тут много чая турецкого. Привезли из Турции. И обычный чай. Так что ставим вот сюда. И тут у меня еще такой есть даже. Листовой. Надо купить еще чайничек-заварничек. Кстати, ребят, вы давно видели такую упаковку сладкой ваты? Вот она продается в Ашане. Такая прикольная. В виде такого вот шарика. Смотрите, кстати, какая кружка из фикс-прайса. Просто прикольная, что тут проявляется рисунок. Как вы видели сами, на ваших глазах проявился вот такой вот инопланетянин. Музыка. Музыка. Ну что ж, первый завтрак на новой кухне объявляю открытым. Достаю коробки, в которых у меня лежат различные штучки для как раз-таки моей кухни. Вот тут, допустим, новая коробка. Видите, тут все новое. Это, правда, не для кухни. Но, допустим, вот эта сковородочка. Я, правда, не знаю, зачем она мне. Потому что она очень маленькая. Но это я тогда просто ошиблась с размером в Икее, когда заказывала через интернет. Вот такая вот штучка. Я как раз сейчас их достала, чтобы мыть посуду. Ну и потом вам все дальше покажу. Уже буду разбирать. Тут бокалы. Тут тоже по мелочи. Ну я сейчас продолжаю все разбирать. Вот тут уже разобрала все эти вот три коробки. Тут уже бокалы я разобрала. Там уже сковородки для духовки. Поэтому все сейчас разбираю. Пока поставили вот этот стул вместо барных. Потому что я их еще не заказала. Закажу немножко попозже. Знаете, к переезду я готовилась постепенно. Поэтому сейчас распаковываю все то, что у меня было в коробках. Потому что я покупала все заранее. Это вообще, наверное, я купила еще в марте. Выбирала тоже. Видите, все максимально в таких вот белых оттенках. Сюда я сейчас залью моющее средство. У меня, правда, его осталось не очень много. Надо купить. Но вот хочу попробовать. Получается, как я понимаю, вот так вот заливается моющее средство. Точнее, наверное, вот сюда. И потом вот так вот все крепится. Ну, короче, сейчас вам покажу. Давайте вместе сделаем. Все, я налила туда средство. Получается, закрепила. И когда мы вот так вот губку делаем, нажимаем, то у нас, видите, средство моющее оказывается на губке. Не знаю, практично или нет. Потому что, когда я заказывала это с Фалберс, мне многие писали, что это не очень практично. Ну, если сам не попробуешь в быту, не поймешь. Поэтому посмотрим. Но выглядит вроде бы неплохо. Правда, губка у меня помялась. Я ее как-то неправильно хранила. Я их заказывала, знаете, где-то в сентябре-октябре. Просто мне очень понравились. Действительно, сейчас таких полотенец нет на Валберс, но именно этого бренда, как я поняла, перестало существовать. Но полотенца действительно красивые, такие приятные. Так как я постоянно снимаю видео, квартира у меня студия, то есть кухню видно в кадре, когда, допустим, я снимаю видео с рабочей своей зоны. Именно поэтому я решила не захламлять ее какими-то полотенцами, подставками, органайзерами, которые будут именно видны, которые будут постоянно стоять на столешнице. И решила полотенце пока что повесить сюда. Если что, конечно, крючок можно будет убрать, но пока решила, что полотенце будет тут. Так, ну что ж, сколько я уже сегодня вам показывала эту кухню, я закончила наконец-таки прибираться, и сейчас буду мыть полы. Мне нужно от кондиционера сейчас отлепить вот этот вот слой, видите, пленки. Надо сейчас это сделать. Так, ну что ж, уборку я завершила, убиралась я примерно около трех часов, все разбирала, коробки, сейчас нужно будет еще выкинуть мусор. Давайте я вам покажу все-таки кухню, наконец-таки, ура, я очень счастлива, очень рада, потому что кухня все-таки неотъемлемая часть квартиры, но все никак не могла выбрать ту, которая понравится мне, и чтобы все было как бы более-менее в наличии, то есть поскорее ее сделали, доставили, поэтому давайте сейчас вам все покажу. Конечно, получилась она не совсем бюджетная, она под 200 тысяч, хотя она совсем маленькая, но давайте сейчас вам все покажу, все расскажу. Так, ну что ж, давайте начнем, видите, она в таком вот у меня белом цвете, у меня вся квартира белая, я очень люблю сейчас все такое нейтральное, просто белое, без каких-либо оттенков, у меня там вот зеркало стоит белое, кондиционер, видите, даже у цветков белый горшок, потому что я все сейчас покупала специально в таком вот оттенке, и давайте покажу сейчас вам все поближе. Начнем, наверное, с мойки, у нас получается такая вот стеновая панель и столешница мраморная, я буду сюда тоже все прикреплять, подписывать, чтобы вы понимали, из чего что состоит, сделано, потому что я не все запомнила. Получается, у меня зона с посудой, я, кстати, покупала посуду в Ленте, там очень много разной посуды, мне нравится она, не какая-то яркая, просто спокойный такой оттенок, белую тоже не хотелось, потому что с белой посудой тоже бывают проблемы, и у меня и так все белое, поэтому решила, что нужно как-то немножко поменять цвет, но вот такой вот получается шкафчик над мойкой, мы тоже вот эти вот штуки купили в Хофф, прикреплю вам скриншоты, и там, видите, еще есть кружечки. Кстати, у нас шкафы с доводчиками, поэтому закрывать их самим прям вот насильно не нужно, то есть вот, смотрите, так вот, оп, и все, он сам закрывается. Дальше у нас тут спрайт Кока-Кола Фанта, стоят как на подбор, но просто из Турции я их привезла. Дальше у меня тут различные специи, вот эти тоже, кстати, покупала в Ленте, очень классные для курицы, и вот эта вот петрушка, но вот эту я не распаковывала, для курицы очень классные в Ленте, вот вам советую. Дальше у меня тут чаи, кофе, но это мы с вами все разбирали, тоже шкафчик с доводчиком, поэтому вот так он и сам закрывается. Дальше идет вытяжка, ей стоит, конечно, уделить отдельное внимание, стоила она 9 тысяч, покупали сразу в магазине Хофф, как видите, она тоже такая устраиваемая, то есть ее просто встроили в шкафчик, сейчас я сменила просто кадры в секунду, иначе эти вот лампочки очень сильно бликуют. Вот так вот выглядит эта вытяжка внутри, сверху у меня там аптечка уже стоит, и сама по себе она вот такая вот. Ну, в принципе, хорошая вытяжка, ее не совсем заметно, мне очень нравится, что она еще с подсветкой, очень удобно. Еще у меня тут стоит кувшин для воды, вообще он с фильтром, но просто я его еще не забрала с Валберес, он, правда, не вписывается вообще в цветовую гамму, просто он был по хорошей скидке, поэтому мы его покупали, а так, конечно же, он сюда вообще никак не вписывается, но получается сама эта варочная панель Мидея, мы уже пользуемся ей два дня, то есть мы пользовались до того, как ее установили, просто включали в розетку, потому что она шла именно с розеткой, а не только просто с проводами. Получается, тут нажимаешь, у меня сейчас она заблокирована, тут есть просто блокировка от детей, но я, когда, допустим, ее мою, тоже блокирую, чтобы ничего случайно не включилось, чтобы просто вот так вот коп-коп, и все. Так, ладно, включаем. Удобная, можно ставить таймер, ну и, в принципе, за свою цену, я надеюсь, что с ней все будет в порядке. Внизу у нас фирма Горение, это духовка, это не бюджетный сегмент, так скажем, то есть она не стоит 10 тысяч, она стоит около 30-40 тысяч, я ее покупала месяц назад примерно, поэтому немножко забыла. Вот так вот она выглядит вообще, мы еще ей ни разу не пользовались, то есть в ней еще ничего не жарили. Тут можно температуру менять, тут режимы, выставить еще время, таймер, стоп. Внутри я тут уже поставила сковородки. Мне кажется, тоже хорошо смотрится, ну и главное, чтобы выполняла все свои функции и была исправна. Дальше у меня микроволновка, как я говорила, мы еще ее не подключали, потому что у нас пока что выясняется проблема именно с розетками. Получается, микроволновка тоже фирмы Горение, мне она нравится, тоже ей уже пользуемся, довольно-таки долго, где-то месяц, я потому что покупала ее вместе с духовкой, но духовкой, конечно, не пользовалась, а микроволновкой пользовалась. Они вот одной фирмы, выглядят тоже хорошо, и мне кажется, отлично сочетаются. Дальше у меня чайник, чайник у меня фирмы Polaris, тоже, в принципе, исправно работает, покупала в Ашане, и мне нравится. Кстати, всю бытовую технику я покупала в Альдорадо, кроме чайника, его и покупала в Ашане, а вот этот вот фильтр для воды я покупала в МВидео, вытяжку покупала в Хофф. Пока там свободное пространство, я поставила зеркало, но, конечно, я его вскоре уберу, пока что ему не нашла места, тоже, видите, оно белое, но сейчас речь именно о этой барной стойке. Тут вот такая вот подставка, каркас, потом она прикреплена еще вон там вот специально, видите, на каких-то креплениях, ну и, в принципе, мне кажется, выглядит хорошо, для двух человек вообще отлично. Если кто-то придет, допустим, можно и тут сесть, можно и вот тут сесть, есть еще стулья, которые для обычных столов, они, в принципе, подходят, просто, ну, немножко, конечно, низкие, но так, в принципе, можно и сесть. Тут, получается, у меня еще есть такие вот нижние шкафчики, я вам не показала, что там хранится, конечно, сейчас там, можно сказать, бардак, хотя, вроде бы, вы скажете, что я только убралась, но я пока что все вытащила, что было, то практически у всех находится в шкафчике под мойкой мусорное ведро, и, конечно же, еще пакет с пакетами, поэтому это тоже у меня там находится. В этом шкафчике у меня находятся различные крупы, видите, еще ничего не организовано, в будущем буду все преображать и показывать вам в видео. У меня хранятся досточки, кастрюли, также овощерезка, ну, такое, знаете, по мелочи бытовое. Я пока что вот все просто разложила, тут у меня вилки, ложки, пока что без тоже контейнера, потом покажу вам, как будет все в итоге. Тут у меня хранятся тоже различные всякие штуки по мелочи, видите, я достала тут свои вазочки, бутылочки для воды, внизу у меня хранится мультиварка, кстати, отлично подошла, вообще идеально, я долго думала, где ее хранить, в итоге, оказывается, ей можно было найти место просто в шкафчике, вообще супер. Сверху у меня тут над микроволновкой, видите, пока что еще вообще ничего, пусто, ничего не складывало, тут у меня показывала вытяжка, ну и, собственно, вот так вот выглядит сама кухня, в целом она небольшая, могла быть бюджетной, но вышла не совсем бюджетно. Но, конечно, самое главное, чтобы кухня как можно дольше продержалась в хорошем состоянии, чтобы она была такой же красивой, как и сегодня, то есть сразу после сборки, точнее, на следующий день, и я надеюсь, что так и будет, буду за ней следить, ухаживать, надеюсь, что все будет с ней в порядке. Дальше у нас по плану будут, конечно, светильники. Вы, наверное, спросите, а где холодильник? Холодильник стоит в коридоре, у него там отличное место, и, в принципе, я решила его не ставить в саму комнату, потому что ночью он, бывает, знаете, сдает звуки, и, конечно, не особо классно, так, что он стоит в коридоре, дверь туда закрывается, и все отлично. Так, мы купили, получается, вот такие вот светильники светодиодные в коридор и в гардеробную в кладовку, какой-то из них идет в гардероб, какой-то из них в кладовку. Такой вот, получается, один светильник, и вот второй. Они светят по-разному, то есть какой-то из них светит холодным цветом, второй светит нейтральным, вот один по этому повесим в гардероб, второй в коридор. Два вот таких потолочных светильника, видите, они абсолютно одинаковые, тут идет пульт в комплекте, стоили по 3000, вот мощность, батарейки в комплекте, вот такие вот должны быть, по идее, переключение света, также вот для натяжных потолков, ночной режим, экономия энергии, площадь освещения. Так, смотрите, тут получается в комплекте такой вот пульт, батарейки к нему, различные шрубчики, честно, я не знаю, выдержат ли наши закладные вот эту лампу, у нас получается два этих потолочных светильника, он достаточно-таки тяжелый, но в принципе выглядит красиво. Так, ну что ж, вот так сейчас промежуточно выглядит квартира, как видите, все чисто, красиво, мне очень теперь нравится зона кухни, тут у нас идут окна, зеркало и вот зона с кроватью, двумя столами, тут у нас кладовка и вот тут выход в коридор. Так что вот так сейчас выглядит квартира, конечно, еще не все полное, то есть не все, что я хотела еще купить, будем в процессе дальше ее преображать, но тем не менее, вот так вот она красиво выглядит сейчас у меня. Ну что ж, итоговая сумма кухни с бытовой техникой 208 тысяч рублей, представляете? Зашла я сейчас в Галамарт, возьму сейчас такой вот кондиционер, еще возьму бумагу и шумовку, сейчас еще возьму в Галамарте такой вот удлинитель, 3500 ватт, 16 ампер силотока и 3 гнезда, для того, чтобы включить чайник и микроволновку на кухне, как раз-таки стоит 769 рублей, в целом нормально, надеюсь, что все будет в порядке. Сейчас нам придется заплатить еще сверху 2000 к тем 20 за то, чтобы нам снова перед подключили духовку и все тут наладили, мы еще купили за 500 или, нет, за 700 рублей вот этот вот провод с мягким каким-то сечением, 3х4, я тоже, честно, не особо понимаю, что это, но просто, понимаете, еще сверху, хотя у нас все было в порядке, все было нормально, но вот этот вот прекрасный сборщик решил, что нужно все поменять, вот такие вот дела. Так, у нас тут небольшой строительный мусор на заднем плане, сейчас уберу, но наконец-таки нам сделали свет, я вам обещала, что в этом видео я вам покажу свет, не обещайте внимания, просто открыты окна, потому что очень жарко. Смотрите, свет, наконец-таки, да будет свет, как говорится. Так, начнем, получается, с коридора, вот такой светильник в коридоре я повесила, именно с таким вот орнаментом, так скажем, принтом. В принципе, светит вроде бы хорошо, выглядит тоже нормально, посмотрим, насколько хватит, но я вам, конечно, потом расскажу. Это все из Leroy Merlin, теплый свет, не холодный, вот так выглядит вкладовой свет, тоже, в принципе, выглядит хорошо, освещает нормально, ну, в такие вот небольшие комнаты вообще отлично. Так, ну а дальше основная сама комната, тут, получается, я повесила два одинаковых светильника, так, сейчас мы их включим, надо включить. Оп, оп, вот так вот выглядит. У меня сейчас пульт, можно переключать, вот, холодный, теплый, вот, что-то еще вот такое вот, не знаю, что это, а, ну, просто тоже переключать. Здесь какой-то режим еще 30 секунд, не знаю, что это такое, сейчас на тыкву, конечно, можно еще ярче делать, смотрите, 100%, 50%, ну, классный пульт, в принципе, вот так выглядит, я вам показывала пультик. И вторая прям точно аналогичная, лампа, светильник потолочный, крепится просто на закладную. Мне кажется, в принципе, нормально, тоже освещает неплохо, но посмотрим уже вечером, но сейчас мне вообще нравится, надеюсь, что все будет в порядке. А сейчас мы едем кататься на речных трамвайчиках. В итоге, увидев очередь на речные трамвайчики, мы решили, что лучше пойдем погулять, потому что среди всех дождливых дней этот день выдался довольно-таки солнечным, и, конечно же, стоять два часа в очереди не стоит того, чтобы прокатиться на этом трамвайчике. Мы так посчитали, поэтому пошли просто гулять по красивой Москве. Еще, кстати, сейчас же в Москве проходит московский урбанистический форум, и мы тоже решили его посетить, посмотреть, какие там есть выставки, локации, что там вообще сейчас проходит. Поэтому смотрите красивые кадры Москвы, и также мы сейчас вам покажем урбанистический форум. Мы сейчас гуляем, идем до Лужников, смотрите, как красиво. Уточек много. В итоге мы пришли на московский урбанистический форум. Я очень много видела о нем в интернете. Вот мы наконец-то пришли посмотреть, что тут в Лужниках. Видите, есть такой вот паспорт участника московский урбанистический форум. Лужники, Настя, покажи, что там внутри. Очень много локаций, мы, правда, поздно пришли. Ну вот видите, тут очень много всего. Можно вот на тюбинке таком вот покататься. Прикольно. Все пройти, и тебе дадут какой-то приз. Там люди говорили, что там были всякие пауэрбанки и какие-то другие призы. Ну, прикольно, знаете. Все бесплатно. Вот. Вот так, смотрите, тут прикольно. Это в стиле БКЛ. Я узнала по станциям. Так все выглядит. На самом деле это очень крутое место. Я всем советую посетить. Я жалею, что я не посещала это место раньше, потому что тут очень много выставок, разных интерактивных локаций. Очень круто. Можно поднимать, что ли? Да. А еще куда-то на красном кнопку нажимать. Стой, ну я же. Мы сейчас будем фотографироваться. Камера вне вверх. Вам нужно подниматься? На такой вот современной селфи-палке нам сделали фотографии. Все это бесплатно. Ждали фотографии недолго. И, кстати, можно было даже подкрепиться. Ну, правда, идеальный форум. Вот мы взяли тут к речку. Быстро в очередь двигалась. Вот так вот. Настя решила выполнить задание. Там надо было сфоткаться на фоне москвича. Как тут классно, конечно. Куча всего. Посмотрите. Вот, смотрите, Настя выполнила одно задание. Ей поставили печать. И тут еще сейчас мы пошли в павильон городских достижений куб. Вот сюда. Так выглядит куб. Весь в экране. Мне дали вот такую вот миску для животных после прохождения этого куба. Подарю Насте для животных. Еще покажу. Еще вот у нас одна. Такая розовая и голубая. Для Лепса и Чесси. Смотрите, Настя еще две печати таких получила. Вот так вот. Такой еще есть, смотрите. Павильон цифровые технологии Москвы. На велосипеде можно кататься. Настя получила еще одну печать. Точнее, я прошла квиз. Ответила. Вот такие дела. Но мы все не успеваем сегодня пройти, потому что уже вечер. Смотрите, как прикольно. Тут северно-речной вокзал. Классно. Так, ну что, ребята, я сейчас хочу вам рассказать как раз-таки о нашей истории. Начнем мы с того, что к самой кухне я претензий не имею. То есть, как мы все выбирали, так все и приехало. Фурнитура хорошая, все шкафчики были целыми. И сейчас тоже все пока что нормально. Будем, конечно, смотреть это в эксплуатации. Сейчас все на первое время, конечно, отлично выглядит. К предоставлению вообще каких-либо услуг в Хофф у меня есть претензии. Давайте сейчас вам расскажу. Что ж, наверное, нужно начать с самого начала. Вообще, с магазином Хофф я знакома примерно два месяца. Когда мы только переезжали, я выбрала там кровать. И, собственно, заказали ее. Все приехало в порядке. Она сейчас стоит. Все с ней хорошо. Также я покупала там различные мелкие бытовые товары. По типу корзина для белья, на матрасника. Все такое. Тоже с этим вопросов нет, проблем нет. Все нормально. Но вот когда дело касалось кухни, я искала кухню в Леруа и в других магазинах смотрела, где что продается. И честно, мне где-то не нравилась, допустим, кухня, сами модели, фурнитура, потому что выбора было не очень много. Но вот в Хофф, когда я зашла, я обнаружила, что есть кухня, которая мне очень понравилась. Тем более ее можно заказать, проектировать. Я очень загорелась этим желанием и поняла, что кухню мы будем заказывать в Хофф. Вообще мы обратились к консультанту, потому что кухня это довольно-таки сложный процесс. Нужно все спроектировать. Тем более у них есть программа, где ты можешь посмотреть, как она будет вообще стоять, как это будет красиво, некрасиво. И, конечно же, мы сели, собственно, за стол с этим консультантом, за компьютер и начали смотреть нашу кухню. На самом деле сначала все было в порядке, то есть с нами вежливо общались, мы собирали вместе кухню, было более 60 позиций в нашем заказе. И, в принципе, мы не особо разбирались, то есть там, что нужно, потому что попросили, чтобы нам полностью все собрали, чтобы ничего потом не докупать. Можно же обратиться к людям, которые работают в этой сфере, и, конечно же, нам помогут, если такие услуги, собственно, магазин предоставляет. Почему бы и не воспользоваться? В итоге, когда пришел момент оплаты, я вам уже говорила о том, что у нас с собой была наличка. Нам говорит консультант о том, что сейчас проходит акция. Можно оформить рассрочку, и у вас будет сам заказ на 10 тысяч дешевле. То есть, если вы погасите до первого платежа, то у вас сама сумма изменится на 10 тысяч, то есть она будет меньше на 10 тысяч. То есть, на самом деле это было довольно-таки привлекательно, потому что кухня у нас стоила уже более 80 тысяч, еще без сборки, кстати, которая тоже вообще отдельный кадр. И мы подумали, что да, нужно, наверное, нам сделать подешевле. Решили взять рассрочку, хотя мы говорили, давайте все-таки оплатим наличка, не хотим заморачиваться. Но нам говорил консультант о том, что это очень быстро, и зато вы сэкономите цену, почему не воспользоваться. Ну и мы решили все-таки согласиться на свой страх и риск. И, конечно же, риск был. В итоге мы приходим на стойку оформления кредита, все смотрим, все документы проверяем, мама там подписывает и так далее. И когда мы смотрим один документ, там написано, что услуги сообщений, то есть смс-рассылка. Мы спрашиваем, что это такое. Нам говорят, это вы можете завтра отключить, это не будет у вас также включено в стоимость, поэтому получается очень дешево. Мы смотрим, и получается действительно намного дешевле. Ну все классно, все получилось, в принципе нормально, сейчас еще эти смс тоже отключим, потому что также на стойке оформления нас консультант заверял о том, что все будет в порядке, вы эти смс отключите завтра. Тоже запомните этот момент. В итоге наступает завтрашний день, никакие смс отключить не получается. Банк говорит, что это не их смс, магазин говорит, что это смс банка. В итоге они перекидывают с себя обязанности на другого обязанности, туда-сюда. И не получается исключить эти смс. Дальше, как мы понимаем, хотим погасить этот кредит, чтобы как раз-таки сумма осталась, но еще разобраться с этими смс. В итоге мы приходим в банк, нам говорят, что уже есть какие-то проценты, что сейчас погасить не получается. Если погашать, то еще на 10 тысяч будет дороже, потому что начисляются какие-то проценты. То есть нужно потратить было 4 дня, чтобы разобраться с этим. Понимаете, 4 дня из жизни, вместо того, чтобы просто платить наличкой и вообще не связывать ни с какими кредитами, рассрочками и так далее. Не портить кредитную историю. Я вам говорила о том, что нам сказали консультанты, что это будет рассрочка. То есть она написана была беспроцентная. В итоге за каждый день начислялись проценты и к моменту погашения, то есть спустя 2 недели, начислилась 2000 процентами. То есть переплата составила 2000 рублей, плюс еще составила переплата в том, что мы заказывали дополнительно шкаф, который я вам говорила, что они не включили в просы стоимость. И нам говорили о том, что мы выиграем где-то примерно 10 тысяч, ну хотя бы даже 5, знаете, хотя бы сколько-то тысяч мы выиграем. В итоге выиграли мы 0. Да, нам начислили бонусы 5000, но это потому, что мама ходила разбираться, потому что эта ситуация, ну правда, ужасная. Так нагло, знаете, обманывать людей, тем более представителям самих вот этих вот магазинов. У вас купить товары, тем более, знаете, не на 1000 рублей, а на 80 тысяч. Ну, вы понимаете разницу просто? Я, честно, до сих пор в шоке, до сих пор под впечатлением. Заказали кухню и сразу уехали в Турцию, чтобы пока мы, допустим, там отдыхали, кухня собиралась. Ну, то есть все товары приезжали, потому что так было удобнее, ну и почему так не сделать? Собственно, мы оформили эту рассрочку. Оказалось, она процентная, то есть за каждый день начислялись проценты. Ладно, с кредитом мы отвязались. Как-то решили вопрос, 5000 бонусов нам начислили. Конечно, за это спасибо, что все равно магазин как-то разобрался, хотя он сам эту кашу заварил. Поэтому такие вот дела. В итоге мы ничего не выиграли, то есть кухня не стала ни на сколько рублей дешевле. Дальше. Время мы доставки проставили, время сборки тоже. Нам привезли в строго назначенное время, все было в порядке. С этим никаких проблем не возникло. Но дальше пришел утром сборщик, начал смотреть, какие у нас шкафы есть, что по эскизу выясняется, что одного шкафа нам просто не добавили. Он был изначально в заказе, то есть нам дали несколько документов, и в одном из документов этот шкаф был, то есть нам нужно было два шкафа на 40 сантиметров. То есть он был 40 на 40, вроде бы как-то так, но я вам сюда вставлю, какой шкаф должен был быть. В итоге нам его, представляете, просто не доставили. Точнее не вписали в наш чек основной. Нам еще в магазине говорят, о, смотрите, у вас подешевела кухня на 3000 рублей. Да, потому что вы нам не вписали шкафчик, ничего, ладно, ок, ок. Тоже с этого в шоке, когда приходит сборщик и такой, а у вас не хватает одного шкафа, мы просто глаза по пять копеек, как, почему, кто виноват. В итоге оказалось, что виноват кто-то, кто оформлял уже дальше заказ, это, конечно, не наша вина. Можно сказать, что мы должны перепроверять все, но понимаете, более 60 позиций перепроверять. Когда тебе уже дали один чек, дали второй, тем более ты не сам все покупал, а за тебя все делал консультант, который как бы предлагал свои услуги, давайте мы ему поможем. И мы думали, что все в порядке, оплачиваем, да и все. А в итоге вот такая вот штука. Мы еще потратили один день, то есть сборщик уехал, приехал на следующий день и начал собирать. Знаете, сборщик вроде бы казался профессионалом, то есть который разбирается в кухне. Он также должен был быть и электриком в какой-то мере, ну потому что он подключает тут различные электроприборы, он сказал, что нам нужно там перенести розетку, заменить, как-то ее сменить силовой розетки на обычную. В итоге он взял просто деньги за каждый шурупчик. У нас получилась сборка, мы оплатили в магазине 5 тысяч, и ему еще сверху оплатили 15 тысяч. Представляете, 20 тысяч сборка за кухню. Ну, вы можете себе такое представить? Просто, допустим, сравнение в Леруа, там берут сразу уже фиксированную сумму, и сверху, ну что-то возможно доплачивать, но не за каждый винтик, шурупчик. Мы просто были в шоке. Когда нам назвали сумму, у нас чуть вообще не выпала челюсть. За 15 тысяч собрать кухню еще так непрофессионально и так ужасно. У меня, конечно, нет каких-то прям весомых, так скажем, претензий к нему, когда он собирал сами, допустим, там, столешницы, фурнитуру и все вот это основное. Ну, когда он подключал электрику, когда он нам просто испортил розетки, что нам сейчас пришлось вызывать дополнительная электрика управляющей компании, который пришел и сказал, кто это у вас сделал, что это вообще такое, мы, конечно, просто упали в осадок. Потому что, ну, правда, настолько непрофессионально поступать, настолько некрасиво делать, и говорить о том, что нет, это у вас тут дом такой неправильный, как бы, извините, новостройка, до этого ничего тут не делали, то есть дом неправильный. Ладно, вы, конечно, можете сказать о том, что мы могли не платить, как-то тут начать дальше ссориться, но, честно, опять тратить еще три дня на разборки уже просто нет сил. Вот неприятный осадок, у меня никогда такого не было, я никогда ни какие-то видео негативные не выкладывала, то есть когда там на какой-то магазин и так далее, потому что, ну, старалась как-то решать все мирно, и не ввязывалось никакие проблемы. А тут просто так тебя, знаете, надурили. Нам сейчас нужно будет еще сверху две тысячи оплачивать, хотя мы заплатили тому сборщику за то, чтобы он нам сделал духовку. В итоге у нас ничего не получилось. Мы не платили ему за подключение самой духовки, потому что нужно просто вилку в розетку выткнуть, это было бы 2400. Класс, да? Но вот за перенос мы все платили, и в итоге это теперь деньги на ветер. Я, конечно, понимаю, что сейчас мы ничего не сделаем, потому что связываться опять с Хофф это будет очень долго, и максимум они, наверное, нам просто вернут какими-то бонусами, которые сейчас нам не особо нужны, просто покупать у них что-то небольшое бытовое, вопросов нет, мне, в принципе, товары сами нравятся, качество хорошее, но обслуживание не очень. Так что вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока! Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки!